Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в опросе. Наверное, я его немножечко еще продлю, но сейчас уже можно говорить о каких-то результатах. Его прошло больше 300 человек. И я проводила опрос между своих подписчиков, знакомых через социальные сети о том, как повлияла пандемия на мир моды и как это повлияло именно на потребителей. Что у вас изменилось? Вопросы были анонимными, поэтому я смело вам прям показываю, какие ответы у меня получились. Никого здесь мы не засветим. Значит, смотрите. Первый вопрос, который я спрашивала. Стали ли вы покупать меньше одежды? И практически 62% людей сказали, что да, стали покупать меньше. То есть это очень большой процент. При этом 35% как покупали, так и покупали. И еще 9, 2,9%, ну почти 3, покупают больше. О чем вот это говорит, почему я это выделила первым вопросом? Сегодня очень многие хотят запустить свой бренд, начать производить одежду. И если вы идете в эту нишу, вам нужно понимать то, что выбирать ту нишу, которая актуальна, и в целом спрос сейчас хуже, чем был до этого. Это отмечают просто обычные потребители. Я не проводила специально среди специалистов, это вот обычные потребители, которые смотрят одежду. Я больше чем уверена, я не вставила в этот опросник мужской и женский пол, но я уверена, что здесь больше 90% ответили женщины. То есть это по женщинам средств. Где вы покупаете одежду? Не все у меня влезает, давайте. Я не вставила ответ «шью сама», а очень зря. Человек мог выбрать несколько вариантов. И то, что меня на самом деле удивило, 60%, практически 59% покупают в торговых центрах. То есть люди все равно не ушли из торговых центров, продолжают там покупать. И там достаточно высокий трафик. При этом на маркетплейсах, здесь просто не подписалась, это маркетплейсы. Wildberries, Sazon, La Moda, может быть беру сюда, но беру не совсем много одежды, покупают 33%. Здесь 59%, здесь 33%. Онлайн-магазины брендов 22%. В инстаграме, ну давайте я округлю, 14%. И очень много добавили, что шьют сами, но все остальные. То есть это тоже приблизительно около 20%. Возможно, эта выборка сложилась именно таким образом, что у меня много подписчиков шьющих людей. Но в целом есть вот это направление о том, что люди, видите, сами добавляли, сами писали, что начали шить. Что из этого можно сделать, какие выводы? Ну, во-первых, маркетплейсы, да, и я так понимаю, они будут развиваться, но пока туда еще не перешли все покупатели. Остаются у нас торговые центры активными все равно, несмотря на то, что им там прогнозируют смерть. Видите, люди там покупают. И очень широко используются пошив индивидуальный сам себе. И также не умерли онлайн-магазины брендов. То есть если вы планируете что-то делать, то нужно планировать свой онлайн-магазин. Это работает. Что для вас главное при покупке одежды? Тут я тоже предлагала выбрать несколько вариантов. То есть один человек мог набрать несколько качеств. Конечно же, качество. То есть если это какой-нибудь поганенький полиэстер, людям это не очень интересно. Тем не менее, цену тоже отмечают 62%. А цена-качество, как знаете, обычно взаимосвязано. Чем лучше качество, тем выше цена. Поэтому здесь какой-то должен быть умеренный баланс. Также ищут хороший дизайн и комфорт. Экологичность, то, что сейчас в тренде, разумное потребление, экологичные материалы в меньшей степени влияют на покупку именно. Имя бренда в чем-то влияет, но не так сильно. И подходит ли вещь мне или нет, желание, золотая середина. Но это вот уже по остаточному принципу мы оставляем. Первое, на что смотрят, это качество, цена, дизайн и удобство. На это надо обращать внимание. Изменился ли ваш уровень дохода в связи с пандемией? Нет, не изменился. Но здесь нужно отметить, если уровень дохода не изменился, то есть вот как была сумма какая-то, так и осталась, то, скорее всего, он понизился. Почему? Потому что произошла инфляция и поднялись цены. И, грубо говоря, те же 10 тысяч рублей, которые были 2 года назад или год назад, и сейчас 10 тысяч рублей – это разные деньги, потому что тот же средний чек в магазине вырос. Поэтому вот эти 48% по сути – это люди, оставшиеся с прежним заработком, но у них немножечко произошло снижение из-за инфляции и подорожания цен. То есть здесь должна быть инфляция и повышение зарплаты на 15-20%. Тогда можно говорить о неизменности. Уменьшился 42%, это очень печально, и у 9% вырос. Очень рада за этих людей. В общем-то, картина такая не очень приятная. То есть у людей стало меньше денег, стали больше экономить, поэтому не надо рассчитывать, что будут так же легко все скупать. То есть и покупать стали меньше, и доходы снизились, а одежда, она, конечно, нужна, но это не самая первая необходимость. Поэтому смотрите эти моменты. Тоже вопрос, который меня очень интересовал. Поменяли ли вы физическое место работы? Что я имела в виду? Ездите ли вы, продолжаете ездить в офис, и продолжают ездить в офис 57%, то есть как они работали физически в каком-то месте, так туда и ездят, и 42% ушли на удаленку. 42% – это реально очень много. То есть это те люди, которые раньше спокойненько себе работали в офисе, теперь они сидят на удаленке. Смена образа жизни, смена восприятия. У меня есть знакомые, да и в семье моей, да, люди, которые постоянно работали в офисе, и сейчас в связи с пандемией произошло смещение, и они уже больше 6 месяцев сидят на удаленной работе. А это ведет и смена стиля, и смена количества употребляемой одежды, что мы увидели в самом первом вопросе. Соответственно, очень много всего поменялось у кого-то в связи с переходом на удаленку, там и деньги обрезают, тоже мы это увидели в предыдущих вопросах. Так что очень-очень большое влияние это дает. Поменялся ли стиль в одежде? Опять же, в связи с тем, что люди перестали ходить в офис, у нас произошло… Нет, остался как был, 51%. У 32-х частично поменялся стиль, то есть, видимо, стали меньше более такой стильной городской одежды носить, как я понимаю. И 16% перешли с официальных костюмов на домашнюю одежду, потому что она стала не нужна в связи с переходом на удаленку. Процент большой – это ниша, которая растет, но неизвестно, насколько долго она будет оставаться в зоне роста. Возможно, она через полгода схлопнется, когда все выйдут обратно в офис, а может, и не выйдут. То есть, это вот та зона, на которую надо внимательно посмотреть. Также сюда я включила вопросы по поводу парфюма. Продолжаете ли вы им пользоваться? 53% продолжает, 30% почти не пользуются, и 17% стали пользоваться меньше. То есть, тоже произошло сокращение. Это касается косметических брендов. Кто это закупал? Соответственно, здесь у них тоже продажи подупали. Когда ты сидишь дома, не очень хочется поливаться сверху шанелькой. Продолжаете ли вы посещать косметолога, парикмахера, мастера по маникюру, салона красоты и так далее? Да, как и прежде, у нас ходит 38%. Нет, 21,5%. Я так думаю, это такие стабильные показатели. То есть, как не ходили, так и не ходят, как ходили, так и ходят. И при этом у 40% снизилось количество визитов. Соответственно, тоже делаем из этого выводы. Стали делать это дома, сметают краски для волос, начали делать маникюры и так далее. Для тех, кто занимается косметикой. Это тоже будет актуально, но это также будет влиять на то, как можно донести свою идею до покупателя, что они перестали этим пользоваться. Можно показывать какие-то полезные лайфхаки, как за собой ухаживать в домашних условиях. Пользуетесь ли вы декоративной косметикой? Здесь речь шла об укладке и макияже. Смотрите, какая прелестная картина. 30% пользуются на ежедневной основе и 70% не пользуются. Соответственно, то, что мы сейчас видим в инстаграме, вот эти супертренды, гламурные красотки, а по факту 70% этим перенебрегает и считает это не необходимым. И вот то, что меня немножко расстроило, честно вам могу сказать, занимаетесь ли вы спортом? Нет, ответили 50%. Это печально. Все-таки хотя бы прогулки нужно вставлять. Да, я занимаюсь в зале. Я так понимаю, что этот процент, который как занимался, так и занимается. И да, дома. Возможно, в этот процент попали те, кто ушли из залов, зала закрылись или так далее, теперь занимаются дома. И вот это очень хорошая, большая ниша занятия спортом дома по поводу развития одежды. Вот подумайте. Вот она прям обозначилась. И я думаю, что этот процент очень сильно вырос. К сожалению, я не делала данный опрос перед пандемией, не могу вам сравнить цифры. Но вот прям, мне кажется, вот здесь это все заложено. И тоже так спросила, изменился ли ваш вес за последние полгода? Остался как был у 51%, это отличная стабильность, это замечательно. Снизился и увеличился. Все-таки пандемия немножко дает о себе знать, да, и прирост по весу пошел. Вот. И личные мнения людей, которые тоже отвечали. Как на вас повлияла пандемия? Здесь уже не совсем так связано с одеждой. Могу сказать, что достаточно много негатива. Люди, в общем-то, перестраиваются. У кого-то все хорошо, у кого-то плохо. Ну, вот можете сами глазами посмотреть. Все здесь анонимно, да, никто не подписан. Появился новый элемент в гардеробе, маска. Вот. Увеличилась компетенция в сфере удаленной работы. Да, вот удаленная работа и стиль на удаленке, вообще, сейчас надо на него внимательно посмотреть. Поменяли взгляды на увлечение и работу. Угнетает негативно. Пришлось привыкать к новым условиям работы. И для многих это действительно стресс, потому что, если еще и дети дома, очень сложно подстроиться под удаленку. Жизнь замедлилась. Напряжение, стресс, хочется больше комфорта. Неизвестность. Нужно больше ценить время. Кто-то отдохнул по-настоящему с рождения детей. Опустошение. Ну, мамы не заметили, то, что наступил карантин. Они как были, так и остались. Стали больше покупать онлайн, меньше оффлайн. Но мы как бы это заметили. К сожалению, у меня не было вот этого среза до, чтобы проверить процент, кто сколько покупает. Но я так думаю. И по отчетам того же Вайлборис видно, что они каждый год растут. Соответственно, процент покупок увеличивается. Практически не повлияло. Здоровье окончательно стало на приоритетное место. Меньше гуляем с семьей. Вот это плохо, лучше гулять. Так, повлияло на все сферы. Начала развивать свой бренд. Вот кто начал развивать свой бренд, посмотрите этот отчет. Я думаю, что вам кое-что будет интересно. Научилась экономить, уменьшение заработка, увеличение стресса. Положительно успеваю жить. То есть люди разделились на две категории. Отрицательно выспалась и нашла время на себя. Вот прям через один идут. Реже ходим в кафе. Полгода не была в кино и театре, но больше гуляем на свежем воздухе, пока погода позволяет. Переосмысление, положительно, больше времени на идеи и для обучения. Похудела, задумалась о будущем. Стала тревожнее. Ну, вот очень разное. Показываю вам то, что у меня ответили. Я думаю, что вам... Давайте просто почитаю, а вы выводы сделаете сами. Не понимаю, что шить. Думала шить на продажу. Небольшое количество на продажу. Не могу понять, что. Как не откроешься, я трикотаж шью. Да, есть такое дело. Раздражают маски. Реже хожу на публичные мероприятия. Реже встречаюсь с друзьями. Естественно, многое отменилось. А с друзьями надо возрождать прекрасную традицию ухождения в гости. Замедление. Год спокойнее, потому что отменились. Стало больше видеть разницу между адекватными. Так, повлияло. Сложно найти работу в компании. Ну, вот мои студенты устраиваются нормально. Многое, что имело какое-то значение до пандемии, изменилось. Да, да. Ну, в целом, такая перестройка идет у всех. Расшатала нервную систему, жизнь стала лучше. Вот через один. Как-то люди отвечали, у кого-то плохо, у кого-то хорошо. Нужно выживать, как в плане здоровья и финансов, так и в социальном. Отписалась от всех параноиков. Тщательно подхожу к выбору еду, улучшаю иммунитет, больше пью белого вина дома. Ну, вот. Вот, смотрите, я не написала, что не было ответа, занимаюсь спортом на свежем воздухе. Да, надо было добавить, гуляю. Раньше после зарплаты покупала много вещей, сейчас покупки сезонные. Лениве стала, грустненько, никак. Появилось время на себя и развитие навыков. Почти не повлияло, упадок во всем. Мало реального общения. Стала еще более терпеливой. Снизилась качество жизни. Стала больше уделять внимание здоровью. Больше свободного времени. Осознание пришло, что нужно меняться и развиваться. Стало меньше работы. Появилось время на себя. Доход уменьшился. Я думаю, что настроение понятно. Вот, что показал опрос. В общем-то, по цифрам я вам очень внимательно прошла. Опрос прошли 300 человек. Я оставлю ссылочку под видео. Мы можем продолжить данный опрос. И посмотрим, насколько изменятся цифры, когда будет цифра в несколько раз больше. Например, 1000-2000. Насколько это действительно цифры изменятся. Я следила по мере того, как люди проходили опрос. Могу сказать, что когда было 50 человек, а достало 200-300 человек, то процентаж практически не поменялся. То есть, общее настроение, оно такое. Пожалуйста, напишите мне свои ощущения от результатов. Согласны вы с ними или нет. Действительно ли это отвечает тому, что происходит у вас в жизни. Ссылочку на опрос я оставлю под видео. Вы сможете, соответственно, на его еще пройти. И мы посмотрим, когда будет больше людей. И если вам интересно, давайте тоже сформируем тренды на будущий год 2021. Он, я думаю, что поменялся у многих трендовых агентств. Хотя я спрашивала, они говорили, нет, нет, мы, в общем-то, угадали. Но да, да, надо восстанавливать те темы, которые были в 2020-м. И, в общем-то, замедление происходит. В целом, на всех повлияло. Но там, где есть падение, будет и подъем. Так что не отчаиваемся. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. В комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Будем все обсуждать. Тема для всех актуальная. И не теряемся. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.